МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо. В студии Александр Истомин. Сегодня в программе. Городская баня приостановила работу на неопределенный срок. Около года потребовалось правоохранительным органам, чтобы навести порядок во дворе многоэтажного дома, расположенного по соседству с полицией. Выставка необычных картин открылась в детской библиотеке. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня произошло отключение газоснабжения городской бани. Для муниципального учреждения каждый день простое – это ощутимые потери, так как объект работает не в полном режиме из-за реконструкции. Ежедневно баню посещают около ста человек. Многие из них приезжают из Азовского района. 21 сотрудник предприятия остался без работы, а следовательно, без зарплаты. Пока нет никаких данных о том, когда же будет восстановлена подача газа. В тепловых сетях у наших большие долги под регион газа. Мы ничего не должны. Но почему-то отключили нас. Ну, наверное, из-за того, что население, понятно, отключать нельзя. Поэтому нашли крайнего, значит, нашу баню. Мы же работаем, и зарплату весь персонал наш получает только от того, от обслуживания клиентов, то есть от посетителей. Если баня не работает, нет дохода, нечем платить налоги, зарплату, и даже за коммунальные, тем же тепловым сетям не сможем платить. Подростки на протяжении нескольких месяцев терроризировали жильцов многоэтажного дома. Обращения в полицию не приносили результатов. Утихомирить нарушителей общественного порядка удалось спустя год. В течение длительного времени жильцы, проживающие в многоквартирном доме по адресу Ленина, 17, оказались в заложниках у подростков. В буквальном смысле люди боялись выходить на улицу и выпускать гулять детей, у которых хулиганы отбирали деньги и телефоны. Помимо этого, в ночное время компании подростков распивали спиртные напитки и нарушали общественный порядок. Маленькие дети, подростки, 13-14 лет, нарушают общественный порядок. В каком плане? Ну, вы сами понимаете, ребенку 10-13 лет курят, пьют, дебоширят, старших людей, жильцов всех нашего дома оскорбляют. Дальше дошло до того, что они бросаются драться. Приходят они с ножичками, люди их видели. Они проникают в подъезды, бьют домофоны, ломают двери, которые мы здесь делаем, за свой счет. В подъезды проникают, бьют горшки, цветы. В общем, ну, что могут, пакости. Ирина Мышкина, старшая по дому, неоднократно обращалась в правоохранительные органы за помощью. Тем более, что полиция находится практически в соседнем доме, и на их глазах происходили противоправные действия. Однако, влюстители порядка ссылались на отсутствие транспорта или сотрудников. Абсурдная ситуация. Расстояние в 20 метров для них непреодолимо. Жильцы написали коллективное заявление в опорный пункт полиции участковому. Хулиганов задержали, но в возбуждении уголовного дела было отказано. На родителей задержанных были составлены административные протоколы. Судьбой подростков занялась комиссия по делам несовершеннолетних. Данные несовершеннолетние были задержаны за появление в общественном месте, в частности двур, в состоянии алкогольного опьянения. Они были освидетельствованы на наркологическом диспансере, что показало, скажем, небольшую степень алкоголя. Как правило, они употребляют слабоалкогольные напитки, это эти вот коктейли. По этому адресу были задержаны ряд несовершеннолетних, которые за то, что они совершили административный проступок, были привлечены к административной ответственности. Данные протоколы административные были направлены нами на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Азова. На этом история не закончилась. Сотрудники органов правопорядка не оказали должного влияния на подростков. Они продолжали нарушать общественный порядок, разбивали окна, грубили и угрожали жильцам. Для поддержания порядка в нашем городе помимо полиции существуют отряды добровольной народной дружины. Всего полгода назад им торжественной обстановке вручали удостоверение. Сегодня, как уже было сказано, впервые мы проводим разгон на Петровской площади с целью, чтобы показать силы и средства, которые работают в городе и обеспечивают правопорядок на нашей территории. Дубни, Роман Александрович. Спасибо. Горочинцев Александр Петрович. Дубни, Роман Александрович. Оказалось, что деятельность добровольцев еще не регламентирована, и они не могут осуществлять патрулирование улиц города без сотрудников полиции. Также дружинники не имеют особых полномочий. Сегодняшняя дружина – это не та дружина, которая в понимании наших горожан существовала года на лет 25-30 назад. В чем главное отличие? Были тогда определенные льготы, которые обуславливались решениями государственных органов. Руководители предприятия своим решением могли предоставлять с последующей компенсацией, по-видимому, из государственного бюджета. Могли предоставлять дополнительные отпуска дружинникам, могли примировать дружинников и так далее. Сегодня этого ничего нет. Остается надеяться на федеральный закон, регламентирующий деятельность дружинников, который должен вступить в силу в конце текущего года. Мы тоже давали свои предложения в этот закон. Мы ожидаем, что добровольное формирование граждан на местах получит более широкие полномочия. Будут и обязанности свои, будут и права, будут и определены какие-то меры по поощрению активно участвующих граждан. Поэтому мы ждем положительных изменений. После вмешательства нашей компании в данную историю и обращения к сотрудникам комиссии по делам несовершеннолетних, ситуация изменилась. Началось дополнительное патрулирование данного района. В течение двух недель жильцы дома живут спокойно. Все это очень странно. Имея в городе достаточно много организаций по наведению общественного порядка, небольшая группа подростков терроризировала многоквартирный дом, расположенный в центре города, по соседству с отделом полиции. Что же тогда говорится об окраинах? Олеся Слоняко, Евгений Симакова, Игорь Скотнов, Александр Истомин, Людмила Улихина, Азов.Инфо. И только что нам поступила информация от жителей дома по адресу Ленина, 17. Подростки вернулись во двор и продолжают совершать противоправные действия. Творческая выставка двух художниц открылась в детской библиотеке имени Чехова. В детской библиотеке имени Чехова открылась арт-выставка двух прекрасных художниц Елены Ясько и Людмилы Егоренковой под названием «Творение рук. Гармония души». На выставке картин представлены еще и книги, которые помогут читателям понять мир искусства. Для того, чтобы больше узнать об этой выставке, мы предлагаем вам литературу. Это книги, издания по изобразительному искусству, которые можно прочитать в нашей библиотеке. Ученики детской художественной школы имени Ивана Крылова посетили выставку и познакомились с одним из авторов – художницей Елены Ясько. Начиналось, наверное, все так же, как и у вас. Художественная школа, еще была студия, институт. Ну, потом я обнаружила, что не рисовать не могу. И с тех пор я это называю думать руками. Снести и что-то сочинять. Выставка произвела большое впечатление на юных художников. Мне больше всего понравилась «Ночная птица» и «Лето». А почему? Ну, она такая красивая, яркая. Встреча получилась очень плодотворной для автора картин и детей. Вопросы сыпались один за другим. Юные художники интересовались техникой изготовления картин и высказывали свое мнение. Очень красивая работа. Шикарно. У вас хорошее воображение. Это необычно, что так сделано. Как будто вы именно только по-мистическим все работаете. Везде все мистическое. Такое ощущение, что вы это видели. Итог встречи подвел художник, директор детской художественной школы Сергей Миронов. Вот здесь чувствуется, что, ну, знаете, есть, когда изображают очень приятно, да, мягкие такие вот колористические работы. Они очень нежные. Они привносят такую вот душевность, радость такую определенную. Хотелось бы, чтобы и наши дети поучились тому, как трепетно нужно относиться к искусству. Валентина Сираш, Людмила Улихина, Азов.Инфо. Ремонт проездов к многоквартирным домам, запланированный в этом году, почти завершен. Однако жители микрорайона Западный обратились к нам в редакцию с жалобой на медленный темп работы подрядной организации по укладке асфальтового покрытия во дворе дома по улице Севастопольской. До начала зимы осталась всего неделя, и горожане уверены, работы не будут завершены до наступления холодов, что неизбежно скажется на качестве работ. Жители, проживающие по адресу переулок Черноморский, 64, обратились с жалобой на подрядную организацию, которая, по их мнению, медленно осуществляет капитальный ремонт проезда к дому по улице Севастопольской, 113-Б. За комментарием мы обратились к директору муниципального предприятия «Чистый город» Борису Бочарову. Работы планируем закончить в течение 10 дней. Сейчас выполним те поручения, что давал мэр, это связанные с изменением проектной документации. Выполним эти дополнительные работы и приступим к устройству асфальтобетонного покрытия. Директор муниципального предприятия отметил, что задержка строительно-монтажных работ связана в первую очередь с изменениями в проекте планировки, внесенных по поручению мэра города Сергея Бездольного. Подрядчик обязуется завершить работы в ближайшее время. На объезде мэр был здесь в прошлый четверг и обратил внимание, что проектом не предусмотрена пешеходная дорожка. И в связи с этим были выданы предприятию, подрядчику, Азовскому ДРСУ, дополнительное задание в установке бордюров и оборудовании пешеходной дорожки. На капитальный ремонт данного проезда выделено 415 тысяч рублей. Александр Истомин, Олеся Слынько, Азов.Инфо. В нашем городе существует программа поддержки предпринимателей, предоставляющих рабочие места для людей с ограниченными возможностями. О том, как стать ее участником, наш следующий репортаж. В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, неиспользование работодателям обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в соответствии с установленной квотой, влечут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Центр занятости предлагает работодателям сотрудничество. Уже в течение нескольких лет действует программа трудоустройства инвалидов на субсидированные рабочие места, которые учитывают их профессию или специальность, учитывают их возможности. Субсидированные рабочие места, которые создаются для трудоустройства инвалидов, предусматривают возмещение затрат работодателю. Для получения компенсации на возмещение затрат на создание рабочего места для трудоустройства инвалидов, необходимо работодателю заключить договор с органами службы занятости. В рамках данной программы на условиях софинансирования трудоустройства инвалидов в городе и районе уже созданы на предприятиях рабочие места. В этом году уже было создано 13 таких рабочих мест, на которые трудоустроены инвалиды по различным специальностям. Это и бухгалтер, и экономист, и мастер по ремонту оборудования, рабочие по благоустройству и многие другие. Перечень организаций, в которых устанавливается квота для приема на работу инвалидов, размещен на официальном сайте правительства Ростовской области. Валентина Сирайш, Александр Истомин, Людмила Улихина, Азов.Инфо. Творческий вечер муниципального духового оркестра прошел в ГДК. Подобные встречи со зрителями проводятся регулярно. В городском дворце культуры состоялся творческий концерт духового оркестра «Кругу друзей». Гостями мероприятия стали ветераны культуры, образования, медицины и просто любители музыки. Я уже не первый раз, и мне нравится. И я прихожу каждый раз. Я просто сто лет не был в ГДК. Ну и строку увидели, почему не прийти посмотреть. Очень интересно послушать духовой оркестр. Духовая музыка, она всегда привлекала. Замечательный коллектив, под руководством замечательного такого руководителя. Очень интересно посмотреть, послушать. Мы пришли всей семьей с мужем, с ребенком и с дедушкой. Председатель Ростовского отделения профсоюза работников культуры, член коллегии Министерства культуры Ростовской области Владимир Данилов, вручил награду Муниципальному народному духовому оркестру. Успех и признание приходят лишь тогда, когда в коллективе складывается творческая и дружеская атмосфера. За 45 лет духовой оркестр преодолел огромный творческий путь, достиг многих вершин и, самое главное, профессионализма. Более 20 лет оркестром руководит профессиональный педагог, музыкант, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества Валерий Попов. Наш коллектив замечательно чувствует на этой сцене. Мы сегодня в очередной раз встречаемся с нашими любимыми зрителями и надеемся, что доставим им какое-то удовлетворение. Они не пожалеют о том, что сюда пришли. В оркестре играют не только профессионалы-ветераны, но и молодежь. Мы всегда очень рады играть музыку для всегда наших приходящих. Хотя мы играем в этом оркестре всего лишь год, но мы уже в основном вполне прижились к этому оркестру. Среди почетных гостей доктор исторических наук, профессор, академик Петровской академии наук и искусств Андрей Данилов. После приветственной речи профессор выучил медаль за верность России Дмитрию Грачеву, заслуженному работнику культуры России. АПЛОДИСМЕНТЫ Это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. Спонсор прогноза – магазин Мясолюбова. С любовью к мясу. На этом я прощаюсь с вами. До свидания. Продукция проходит обязательный ветеринарный контроль. Ждем вас ежедневно по адресу. Улица Ленина, 81. Принимаем заявки кафе и ресторанов. 22 ноября. Ясно. Температура днем плюс 8, плюс 10. Температура ночью плюс 4, плюс 6 градусов. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Влажность воздуха 83%. Уровень воды в реке Дон на 25 сантиметров выше нормы. Температура воды в реке плюс 5 градусов. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Гомофон в норме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин